Был инцидент, когда травили лук, напали на такие шучки, которые проедает лук. Женщина, она травила, конечно, в маске была, а на ногах глядит тапочки. Вот по сей день у нее на ногах и ногти вот этих нет. По сей день, вот сколько. А когда она травила, сколько лет назад? Это лет 15 тому назад, наверное. Когда у нас разделение, до развала союза, начали отделить земля. Да, вот отделять. Вот в янке она посадила себе лук, и начали болеть. У нас лук надо часто травить, надо болеть. А вы не знаете, какое это вещество было? Потому что у нас это вещество, сегитра, смесь с айной, хорошо. Стиральный порошок вот этот, в какую-то дозу она перемешивала, там 200 литров, сколько это, селитров, сколько я подумал. Выше травы, да? Да, вот. Она травила трактором, тогда у нас нет. Она вручную. Вручную распылитель, да? С этим распылителем она травила, и на ногах у нее были тапочки. Тапочки промокли, ну лук идет высокое, туда-сюда идет, вот это вот все. И прямо на ногах, на ногах по середине. А она есть сейчас лук, подзывая? Есть. То есть ногти вот на ногах, ногти упали, и до сих пор не растут, да? Растет только там, знаете, не ногти такие, а выйдет такой комочек. А как вот, в смысле, а вот каких-то головокружений, что-то такого не было? Было головокружение, тошнота вот эта вот. Она как? Тогда она еще чуть-чуть. Она маски не надела до этого. Без маски она. Без маски, да? Без перчаток, да? Не знала, да, просто? Да, этого она не знала. И этот, пришла домой, выпила вот этот кайран кисловонку, у нас салонка, вот у дома есть. Полегче стало, да? Вот она пила вот это, она сама думает, что я, она травила.